Девушки отдыхают Ну а мы начинаем В наши дни на одной из баз Кроноса, расположенной внутри горы Минаками в Японии В ходе исследования уцелевшего корабля-создателей были обнаружены три блока биоброни и один дезактиватор Агито Макашима, который хотел их заполучить, организовал похищение блоков Исполнителем стал зоаноид Малмот, тестовый образец За ним была организована погоня и в итоге его зажал в угол отряд бойцов Кроноса в районе горы Нарисава Малмот в ходе сопротивления взорвал гранату в непосредственной близости с собой и кейсом с блоками Малмот погиб, а блоки разлетелись во все стороны Один из них приземлился рядом с Шо Фукамачи и Тетсуро Сегава, которые отдыхали возле озера после окончания учебного дня Шо с любопытством начал рассматривать блок и случайно активировал его, после чего превратился в Гайвера-1 Отряд Кроноса нашел один блок, который был поврежден и, продолжая поиски, вышел прямо к тому месту, где был Тетсуро Один из бойцов, зоаноид Грегл, захотел убить Тетсуро, но тут появился Гайвер-1 и легко расправился с ним С этого момента Кронос пытается захватить Гайвера-1, а точнее его контрольное устройство Отправляя за ним зоаноидов и похищая его друзей Второй блок биоброни был активирован инспектором американского отделения Кроноса Освальдом Лискером В ходе его осмотра Лискер стал Гайвером-2 и решил сам пойти захватить Гайвера-1, так как думал, что именно он должен это сделать В ходе драки преимущество было на стороне Лискера, так как он был отлично тренированным бойцом В порыве гнева, когда жизнь Шо висела на волоске, контрольное устройство Гайвера-2 дало сбой из-за повреждения, которое было получено еще при взрыве И Гайвер-1 выбил его, после чего Лискер погиб мучительной смертью Сначала брони его поглотило, затем Гайвер-1 снес разлагающееся тело мега-сокрушителем Незамедлительно в Японию прибывает один из Зо-Лордов, Рихард Гио, чтобы сменить на посту командующего Генза Макашиму, который был обвинен в неудачах по возвращению блоков На самом деле его основной целью было получение одного из блоков для себя, чтобы стать Гайвером-Зо-Лордом и предать Кронос Такое отступничество Гио можно объяснить тем, что когда он проходил превращение в Зо-Лорда, Алконфиль находился во сне и слабо мог контролировать других Зо-Лордов в процессе их Зо-Форминга Гио отправил за Гайвером-1 своего гиперзоаноида, Зеробубуса Но тот был убит неожиданно появившимся Гайвером-3 Это был Агита Макашима, который все-таки заполучил один блок Генза Макашима был превращен в Энзайма, специального зоаноида, способного специальным веществом легко разъедать броню Гайвера Шо и Тетсуру решают прийти на то самое место, где произошел взрыв, и Шо превратился в Гайвера Но в ходе слежки за ними отряд Кроноса берет их в окружение И на бой выходит Генза Макашима, который винит во всем их Генза превращается в Энзайма, а Шо в Гайвера В ходе ожесточенной битвы с Энзаймом Гайвер-1 потерпел поражение Скорее всего по неопытности И его контрольное устройство было вырвано и отправлено в штаб-квартиру Кроноса Через некоторое время контрольное устройство неожиданно начало восстанавливать Гайвера-1 И когда процесс завершился, он в несознательном состоянии начал убивать окружающих его зоаноидов И придя в себя, оказался рядом с камерой, в которой был заключен его друг Тетсуру В это же время Гайвер-3 уничтожал колбы с проходящими обработку зоаноидами И устроил несколько взрывов в здании штаб-квартиры, после чего небоскреб был полностью разрушен Агита думал, что Гио погиб при разрушении штаб-квартиры Но придя домой, обнаружил его в своей гостиной Гио скорее всего уже догадывался, что Гайвер-3 это Агита Но не показывал этого Агита трансформировался в Гайвера и напал на Гио, но тот показал огромную силу И позвал на помощь команду потерянных юнитов Трех неудавшихся зоаноидов Аптема, Самлума и Дайма И Гайвер-3 отступил В это время Кроносом были захвачены отец Шо Фумио Фукамачи и Тетсуру Смицуки Гайвер-1, направляясь спасти друзей и отца Был заманен в ловушку тремя потерянными юнитами Но вмешавшийся журналист Масаки Мураками помог ему Самлум и Дайм были убиты А Аптем отозван на базу Шо и Масаки отправились вместе на базу Кроноса к горями наками Где уже начал действовать Гайвер-3 Освободив Фумио и остальных Когда они пытались убраться с базы На них напала команда гиперзаноидов-5 Зекстол, Тарзорб, Элеген, Кастер и Танкрус Тут же подоспел Гайвер-1 Им удалось спасти Тетсуру и Митсуки Но отец Шо все же был схвачен И превращен Доктором Балкусом в Энзайма-2 Ночью Шо и Агита на пару Отправились выручать Фумио И без особого труда выбрались с ним на поверхность Где на них напала тройка Из команды гиперзаноидов-5 Гайвер-3 остался сражаться с ними И убил Танкруса А Гайвер-1 бежал к укрытию с отцом на плечах Тут Фумио по приказу Балкуса Трансформировался в Энзайма-2 И начал драться с Шо Шо не мог нормально сражаться с отцом И получил тяжелое повреждение мозга После чего Гайвер в режиме Берсерка Начал бессознательную деятельность И убил Энзайма-2 Впоследствии Шо на некоторое время Потерял возможность трансформироваться Из-за психологической травмы И вот в лесах около горы Минаками Группа Шо останавливается на привал Где Мураками доподлинно рассказывает о том Кто он такой, как связан с Кроносом Да и вообще общую информацию про Гайвера Митсуки, услышав все ужасные вещи Про которые поведал Мураками Сбегает Шо направляется за ней Буквально тут же на кампанию Шо Было совершено нападение Несколькими Энзаймами-2 И сражаться с ними пришлось Агита и Мураками Который превратился в прота Залорда Кое-как справившись И не успев передохнуть Против них вышел сам Гио В боевой форме Залорда Он специально вымотал Гайвера и Мураками В ходе битвы он совершил сильный взрыв Потерял сознание И думал, что уничтожил Гайвера-3 и Мураками Но тем удалось скрыться Пробив дыру в земле Отряды Кроноса прочёсывали местность Пытаясь найти Гайвера-1 И найдя его Были убиты Аптомом Который был уже вне контроля Доктора Балкуса Сильно изменившего его Аптом хотел отомстить за своих друзей Самлума и Дайма Сразившись самому с Гайвером-1 И у него получилось вернуть Шо Способность трансформироваться В ходе диалога И открыв правду о том Что именно Шо убил своего отца Начав издеваться над Митсуки Аптом был побеждён Но не убит Лишившись большей части тела Он подстерёг Приближающуюся четвёрку гиперзоноидов И набросился на Элегана Поглотив его После чего скрылся После битвы с Аптомом Шо возвращается к Митсуке И вместе с ней Они идут на поиски своей команды Попав в очередную засаду Они встречают Гайвера-3 Он приводит их в убежище Новым укрытием компании Послужил последний уровень базы Кроноса Внутри горы Минаками Где им помог схорониться Доктор Адагири С небольшой группой учёных В том числе и Хаями Чуть позже Возле горы Минаками Появился Аптомом Он столкнулся с Аптомом И оставил от него только руку и голову Выстрелив мощным лучом И направился на базу Алконфель знал, что Гио прячет дезактиватор И все его намерения Он приказал Гио отдать дезактиватор Но тот отказался И при попытке бежать Ввязался в драку Алконфеля засосало в чёрную дыру Созданную Гио Которую он потом с большим трудом закрыл И то с помощью доктора Балкуса В это время Гайверы 1 и 3 Проникли в корабль создателей И Шо удалось взять контроль над ним А Аптому удалось восстановиться Проникнуть на базу И поглотить Дарзерба и Гастера Аптом также смог взять образец Зекстола Схватив его за ногу И начав поглощать Но тот отстрелил её И скрылся Гио, закрыв чёрную дыру Упал на нижний уровень И столкнулся с Мураками и Гайвером 1 Он обрадовался И призвал дезактиватор Потом попытался снять биоброню с Агита Но энергии не хватило Мураками, выстрелив по Гио Смог выиграть время Чтобы все успели зайти в корабль создателей И он начал взлетать Когда Мураками уже собирался войти в корабль Его схватил Гио и начал избивать Шо не выдержал И вышел из корабля создателей А за ним и Агита Сионической энергией зоокристалла Гио разрушает кристалл Мураками Таким образом убивая его Гио снова попытался снять с Гайвера 3 броню Но им помешали 10 зоолордов Которые прилетели на гору Минаками Они начали обстрел корабля Чтобы не дать Гайверам уйти Гио попытался скрыться с дезактиватором И был остановлен Алконфелем Который, видимо, без особого труда Выбрался из чёрной дыры Он парализовал Гио И вынул его зоокристалл Когда он хотел забрать дезактиватор Гайвер 3 выстрелил гравитационной сферой в Гио И тот упал куда-то вниз Вместе с дезактиватором Тут же Гайвер 1 и Гайвер 3 Решили атаковать Алконфеля Мега-сокрушителями Но Алконфель одной рукой отразил их выстрел Направив его обратно И уничтожив корабль создателей В этот момент Шо почти растворившись Имея связь с кораблем через контрольное устройство Пожелал, чтобы его компания Телепортировалась в безопасное место А для себя силу и способность Победить Алконфеля Его друзья телепортировались в район горы Нарисава А его контрольное устройство Слилось с навигационными сферами корабля И образовало огромный кокон В котором в течение года Формировался гигантик Гигантский Гайвер Кокон перенёсся в горы На границе штата Монтана, США и Канады И был найден Кроносом Год компания скрывалась В доме у Нацуки Подруги Митсуки А Аптом незаметно наблюдал за ними Ожидая возвращения Гайвера-1 для мести за погибших друзей 17 августа 1999 года Кронос захватил всю землю Всего за один день Агита Макашима создал Организацию Сопротивления Молния Зевса И искал, где Кронос прячет кокон В Токио для поимки Аптома Был выпущен Нео Зекстел Их бой привлёк внимание компании Они думали, что Шо вернулся И побежали смотреть Аптом проигрывал и Митсуки Считая, что это Шо Закричало его имя И вызвало телепортацию кокона На место событий Гайвер-3 прямо перед телепортацией Обнаружил местоположение кокона И переместился в Токио Вместе с ним Нео Зекстел успешно бился И с Гайвером-3 Но очередной крик Митсуки Вызвал раскрытие кокона И появление гигантик Гайвера Который, выстрелив из гига-сокрушителя Уничтожил Нео Зекстела Как-то так, друзья Вторая часть закончена В третьей части нас ждут Ещё более интересные события и битвы Понравился видос? Ставь лайк и подписывайся на канал Можешь подписаться на меня в ВК Всем отвечаю Также будет не лишним Прокомментировать свои впечатления под видео На сегодня у меня всё Всем и вся пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»